В этом межсезонье и без того не слабый состав Хабаровского сканифтяника пополнили игроки самого высокого класса. В первую очередь это, конечно, защитник Юрий Викулин, полузащитник Алан Джусоев и нападающий Эрик Петерсон, которые раньше выступали за Красноярский Енисей. На дворе еще лето, а здесь в арене Ерофей вовсю уже тренируются представители, пожалуй, самого зимнего, самого холодного вида спорта – хоккея с мячом. Представители этого самого жаркого вида спорта прямо сейчас на льду. На льду основной состав команды «Сканифтянник». Именно этим ребятам предстоит в предстоящем сезоне защищать уже завоеванные титулы, а возможно завоевать самый вожделенный трофей. Действующие чемпионы России к ледовым тренировкам приступили в родном Хабаровске. А впереди матчи за Кубок России. Этим трофеем хабаровские армейцы владели пять раз за всю свою историю. Дважды завоевывали Суперкубок России. И вот второй год подряд «Сканифтянник» – лучший клуб в нашей стране. Никогда хабаровчане не поднимали над головой только Кубок чемпионов. Его ежегодно разыгрывают в Швеции. И это единственный клубный международный трофей. В Швеции хабаровчанам будет непросто. Хозяева турнира сделали все возможное, чтобы Кубок остался там, где разыгрывался. Пауз на отдых у хабаровчан не будет. Стратегически надо разложить силы таким образом, чтобы и эмоции, и кондиции функционально не хватило на весь турнир. То, что вы правильно отметили, да? Концовка турнира очень по календарю очень непростая. Кому не привыкать к престижному шведскому турниру, так это новобранцу армейцев Эрику Петерсону. Грозный викинг мало того, что в Швеции дома, он уже и в Хабаровске вполне освоился. Мне здесь нравится. Прекрасная арена. В ней дважды проводился чемпионат мира. Шведы, которые раньше играли за СКА «Нефтяник», рассказывали мне, что здесь очень хорошо. И это правда. Я бы не сказал, что Хабаровск похож на Швецию, но что-то общее есть. Может, немного напоминает Гетеборг или Мальмер. Старожилы клуба, которые в Хабаровске не первый год, тоже осваиваются. За четыре с лишним месяца, которые прошли с завершения чемпионского сезона, армейцы, конечно, друг друга не забыли. Но это за пределами поля. А на льду во время подготовки к новому сезону необходимо сыграться заново. Тем более, что готовятся новшества. Надо друг друга вспомнить на льду. Надо друг другу привыкнуть. И еще что-то придумать новое, наработать что-то новое. Мы в этом поиске. Сейчас много рутинной работы, поэтому нельзя сказать, что мы там что-то такое грандиозное. Все заняты своим процессом, все готовятся, поэтому все в рабочем режиме. В предстоящем сезоне многие специалисты обоснованно называют «Сканефтяник» фаворитом чемпионата Суперлиги. Хоккеисты и главный тренер с ними не спорят, но есть нюансы. Вы думаете, что интрига будет или ну ее такую интригу? Обязательно будет интрига. Как нет? Мы немножко в неравных условиях находимся со всеми остальными клубами, потому что географически мы расположены так, что... Это же еще очень важно и от календаря, да, если... То, что мы хотели бы видеть по четыре матча уездных и домашних в блоке. Если это было бы, да, я бы сказал, что у нас очень хорошие шансы. А так, я думаю, что они примерно одинаковые с сибирскими командами. Западные. Нам в любом случае передвигаться больше. В ближайших планах действующих двукратных чемпионов страны – матчи Кубка России, которые армейцы проведут в конце сентября в Кемерово. А Кубок мира пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикине. Традиционно программа «Хабаровск спортивный» на всех соревнованиях всегда и везде болеет за наших и всем советует.